Выход Чудо-женщины – прекрасный новогодний подарок от Warner Bros. любителям супергероев. Все мы приятно удивлены, но есть подарки, которые удивят не меньше. Причем не только фанатов кинокомиксов. U-Gears – это конструкторы, которые порадуют каждого, вне зависимости от пола и возраста. Мальчики придут в восторг от байка, исследовательского судна или сейфа. Девочкам понравится цветок, шкатулка с секретом или глобус, ведь все это добро функционально. Мотоцикл будет ездить, шкатулка открываться, а кассовый аппарат принимать деньги. Разнообразие моделей U-Gears впечатляет, а что самое приятное – удовольствие доставляет не только результат, а сам процесс сборки. Что может быть уютнее запаха дерева и воссоздания атмосферы из прошлого со сборкой конструктора в зимний вечер? А если дело происходит в компании, то процесс и вовсе превращается в общее приключение. Ведь не зря U-Gears заслужил популярность во всем мире, влюбив в себя людей самых разных интересов. В России работает официальный дистрибьютор – магазин U-Gears-Russia.ru. И там вы найдете подарок, за успех которого можно не переживать. А с нашим промокодом он обойдется на целых 20% дешевле. Дерзайте по ссылке в описании и заряжайтесь новогодним настроением, друзья! Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Кевин Файги умеет удивлять. Босс киновселенной превратил обычное собрание инвесторов в аттракцион невиданной щедрости с целой пачкой анонсов. Чего уж там, по количеству трейлеров и новостей День Инвестора превзошел любой комик-кон. Выпущены трейлеры Локи, Ванда Вижена и других сериалов. А попутно Файги разорвал планету анонсом в «Фантастической четверке», новостями о новом «Железном человеке» и кучей всего интересного. Не будем терять времени, приступим к разбору всего, что имеется. Хотя выбрать главную новость очень тяжело, поэтому мы просто начнем по порядку. И первая на очереди «Алая ведьма». Трейлер сериала мы разберем отдельно, но термоядерная бомба в связи сериала с «Человеком-пауком 3». Буквально на днях подтверждено участие Эндрю Гарфилда, Тоби Магуайра и кучи актеров из прошлых фильмов в триквеле «Паучка». А теперь Файги бетонирует новость официальным заявлением о том, что «Человек-паук 3» исследует тему мультивселенной и будет прямо связан не только с Ванда Виженом, но и с «Доктором Стрэнджем 2». Помимо этого, в «Стрэнже» подтверждено появление Америки Чавес, более известной как «Мисс Америка». Ее сыграет Сочитель Гомес. И по словам Кевина, Элизаби Толсон уже вовсю трудится в Лондоне на съемках фильма. Следующий гость Кристиан Бейл, чья роль в «Торе 4» наконец подтверждена. Файги заявил, что Бейл сыграет злодея Горра. И это невероятно круто, ибо в комиксах Горр зовется убийцей богов. Это своеобразный Кратос из всем известной игры, который безумно силен и безумно ненавидит Тора и ему подобных. Он уже убивал целую гору греческих, римских и других богов. А в четвертом фильме возьмется за бога грома. Это очень здорово, учитывая, что Кристиану Бейлу досталась роль, где нужна очередная физическая трансформация. Понаблюдать за ним будет интересно. И не менее интересно будет посмотреть за дебютом в «Фантастической четверке». Файги официально анонсировал перезапуск и даже назначил режиссера. Им станет Джон Уоттс, знакомый нам по фильмам о «Паучке» с Томом Холландом. Его назначение в четверку выглядит забавно, ибо получается, что «Человека-паука 4» Марвел и Сони, видимо, разрабатывать не будут, по крайней мере, вместе. Иначе у франшизы не выдергивали бы режиссера, успешно снявшего всю трилогию. Подробностей кастинга актеров Файги не предоставил, но и обычной новости о разработке полноценного фильма для «Инфаркта» достаточно. Также Боски на вселенной заявил, что рекаста Т'Чаллы не будет. «Черную пантеру 2» уже разрабатывают, и фильм продолжит наследие Чедвика Боузмана. К слову, Файги, наконец, подтвердил и работу над «Человеком-муравьем 3». Во-первых, стал известен заголовок фильма. Он назовется «Кванто-мания». И логично предположить, что расскажет о разборках в квантовом мире. Канг-завоеватель в исполнении Джонатана Мейджорса, наконец, подтвержден. И теперь вы сможете смотреть наши ролики о персонаже, держа в голове, что все это официально. Также анонсировали внезапный рекаст Кэсси Лэнг, дочери Скотта. Теперь ее сыграет Кэтрин Ньютон. Зачем это было нужно, абсолютно непонятно. Но, скорее всего, дело в том, что Кэсси тоже станет супергероиней. И Файги было нужно лицо поузнаваемей. Кэтрин, благодаря детективу Пикачу, таковым является. Не спешите переводить дыхание, анонсы только начинаются, ибо киновселенная заявила целую прорву сериалов. Инсайдеры оказались правы, и первым из них станет «Железное сердце». То есть сериал о Рире Уильямс, сменщице Тони Старка. Совсем недавно мы выпускали о нем подробный ролик, где вы можете узнать все детали. Ну а мы добавим, что сыграет Рире актриса Доминик Торн. И можно открывать комнату ожидания камео Тони Старка в проекте. Как и в проекте под названием «Бронированные войны». Он станет сольным сериалом «Воителя» в исполнении Дона Чидла. Есть даже описание, согласно которому проект расскажет о худшем страхе Тони Старка. Воровстве технологий. То есть костюмчик Железного Человека кто-то скоммуниздит. И бедному воителю придется разбираться. Еще один новый сериал «Секретное вторжение». Это тот самый проект о Нике Фьюри, со сливом которого инсайдеры тоже оказались правы. Фагги подтвердил появление Сэма Джексона, а заодно Бена Мендельсона. Талос и Фьюри будут разбираться с галактическими шпионами. И по словам Фагги, сериал будет здорово связан с фильмами. Но, видимо, речь не о «Мстителях», ибо горячо ожидалось, что заголовок «Секретное вторжение» будет носить как раз пятый фильм о команде. Раз так назвали сериал, «Мстители 5» определенно расскажут другую историю. И о другой команде, ведь проект о «Женщине Халке» также оброс подробностями. Татьяна Маслани так и сыграет Дженнифер Уолтерс, а еще подтверждено возвращение Тима Рота. Если кто забыл, он играл злодея в первом сольнике Халка. Также, по словам Фагги, на экране появится Марк Руффало. А что самое интересное, Кевин зачем-то рассказал, что в сериале мы увидим кучу судебных дел между супергероями. И заявил, что из-за этого появиться в «Женщине Халке» может кто угодно. Если вы не поняли намек, поясним. Фагги почти прямым текстом заявил, что в сериале будет «Сорви голова» или, как минимум, его гражданское альтер-эго «Мэтт Мёрдок». Еще одним новым сериалом станет «Лунный рыцарь», которого мы давно ожидали. По словам Фагги, нас ждет приключенческий экшен в стиле Индианы Джонса. Но, пожалуй, главным сюрпризом панели стал сольный проект о Груте. Он выйдет в формате короткометражного сериала на Disney+, и представит новых необычных персонажей. Правда, режиссером выступит не Джеймс Ганн. Джеймс будет трудиться над специальным выпуском «Стражей Галактики». Речь о небольшой праздничной серии, которую выпустят на Disney+, в 2022 году. И получается, что выйдет серия раньше третьего фильма, а значит, может содержать кучу отсылок. Не обошел стороной Фагги и ближайшие проекты. К сожалению, в отличие от WB, выпускать фильмы на Disney+, одновременно с кино ребята пока не планируют. «Черная вдова» выйдет 7 мая и только в кинотеатрах. Опять же, при условии, что эти самые кинотеатры к этому времени откроют. Но ожидание не беда, ведь нам будет чем заняться. 15 января стартует Ванда Вижн, дату выхода которого забетонировали и сопроводили вторым трейлером, в котором подтвердилось возвращение Камня Разума. Учитывая психоделию, что творится в трейлерах, не до конца ясно, реален он или нет. Но что-то подсказывает, что реален, ведь Алая Ведьма – один из немногих персонажей, в силах которого вернуть камушек после уничтожения Таносом. Также отрывок подтвердил, что Ванда каким-то образом поедет крышей и поработит целый город. А связаться с ней будут пробовать люди из зацепления. Впрочем, это уже история для полноценного разбора. Как и история Локи, который также вывалил тизер. Он особенно интересен для разбора. Но, если вкратце, Файги подтвердил, что проект будет своеобразным криминальным триллером. Как мы и предполагали, после событий финала создана новая временная линия. И Локи в ней пересечется с полицией и времени. Судя по всему, ребята начнут работать вместе, предотвращая преступления с таймлайном. Причем не стоит забывать, что чуть ранее было анонсировано появление женской версии Локи. А инсайдеры кричали о том, что в сериале мы увидим, как полиция времени вербует целую армию Локи и отправляет ребят сражаться с могучим злодеем. Впрочем, и без этих слухов интересного Валом. В одном из кадров засветилась Черная Вдова, в другом – полностью уничтоженный Нью-Йорк, а в третьем – Локи со значком «Кандидата в президенты». Будет очень жарко, и выйдет проект уже в мае, дата подтверждена Кевином Файги. Как и дата выхода проекта о «Соколе и зимнем солдате», он выйдет в марте следующего года. И трейлер продемонстрировал Мандрипур, Барона Зэмо и кучу всего интересного. Это опять же заслуживает отдельного разбора. А сейчас для нас важно то, что, как мы и предполагали, сериалы на Disney+, будут идти друг за дружкой. Сначала «Ванда Вижн», потом с небольшим перерывом «Сокола Баки», а затем без перерыва «Локи». Причем одновременно с Локи в кино ожидается Черная Вдова, и начиная с января и по май Марвел будет взрывать. А всего на ближайшие три года Кевин Файги анонсировал чертовы 24 фильма и сериала. Это какое-то безумие, и неудивительно, что маленькое собрание для инвесторов превратилось в инфоповод огромного масштаба. А чтобы добить публику, Файги показал еще и тизер мультсериала «Что если», который выйдет летом следующего года. То есть сразу после того, как закончится первый сезон «Локи». Что самое приятное обещание Файги держит. Все трейлеры сериалов действительно похожи на кино. И в отличие от того же Сидаба, ни графика, ни костюмы не проседают. Не обманул Кевин и со связью сериалов с киновселенной. Треугольник Человека-паука, Алой Ведьмы и Доктора Стрэнджа вообще заслуживает отдельного видео. Особенно учитывая официальное возвращение Доктора Осьминога и всех актеров-старичков. Будущее киновселенной смотрится невероятно мощным. И ждать его начало не так долго. Остался всего месяц, да и тот приходится на Новый год и выход Чудо-женщины. Совсем скоро нас разорвет от контента, и это очень здорово. Ну а пока вы можете голосовать в комментариях за трейлер, который, по вашему мнению, нам стоит разобрать первым. Локи, Ванда Вижн или Соколы Баки? А может, стоит разобрать, что если? Оставляйте свое мнение в комментариях и включайте уведомляшки. Все разборы будут выходить очень быстро. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал Игорь Негода.